В случае отсутствия лечения, прогрессирующая деструкция ткани приводит к перфорации роговицы. Добрый день. Кератит представляет собой заболевание, обусловленное проникновением различных микроорганизмов в роговицу, таких как грибки, бактерии и вирусы, и является состоянием, угрожающим зрению. Грибковый кератит. Грибковый кератит встречается реже, чем бактериальный. Обычно составляет 5-10% всех случаев инфекционного поражения роговицы. Ведущими факторами риска грибкового кератита являются травмы роговицы растениями или овощами, кортикостероидная терапия. В ряде случаев наблюдаются множественные или содружественные инфильтраты, реже, чем ранее описанные в литературе, с фистончатыми краями. Крупные или глубокие инфильтраты грибковой этиологии часто сопровождаются нашлёпкой на эндотелии и гипопионов. Лечение. Местная и общая противогрибковая терапия. Дифлукан. Механическое очищение поверхности. Глубокая передняя послойная кератопластика, ДАЛК или сквозная кератопластика. Бактериальный кератит. В некоторых случаях наблюдается молниеносное начало и быстро развивающееся воспаление стромы. Лечение. В дополнение к антибиотикотерапии, инстилляциями циклоплегиков, в ряде случаев с угрозой перфорацией может потребоваться трансплантация амниотической мембраны. Лечение. Доксициклин перорально 100 мг 2 раза в день для предотвращения расплавления. Инстилляции нестероидных противовоспалительных препаратов противопоказаны, поскольку они способствуют расплавлению и перфорации роговицы. При наличии выраженного рубцового поражения роговицы с целью улучшения может потребоваться глубокая передняя послойная кератопластика, ДАЛК или сквозная кератопластика. Кератит акантомиобной этиологии. Кератит акантомиобной этиологии диагностируется довольно редко, и в большинстве случаев 70% бывает обусловлен ношением контактных линз. Клинически обычно проявляется в виде древовидных изязвлений, присущих эпитолиальному герпетическому кератиту, но очень быстро развивается кальцевидный инфильтрат. Также заболевания сопровождаются сильной болью. Лечение. Диамидины, бегуаниды, полигексанид, хлоргексидины, аминогликозиды, имидозолы, триазолы, кетоконазол. Трансплантация амниотической мембраны, сквозная кератопластика. Некротизирующий стромальный герпетический кератит. Некротизирующий стромальный герпетический кератит проявляется в виде единичного или множественных белых сыроподобных некротических инфильтратов. Заболевание часто способствует стромальной неоваскуляризации, начинающейся с периферии роговицы и прогрессирующей в зону стромальной инфильтрации. Заболевание имеет двойственную этиологию, инфекционную и иммунную. Лечение. В настоящее время вирган в виде глазной мази часто применяется наряду с инстилляциями стероидов и пероральным приемом волоцикловира, несмотря на то, что клинические исследования выявили равноценную эффективность при местном применении ацикловира и ганцикловира. При возникновении эктазии или расплавления роговицы, трансплантация амниотической мембраны может иметь лечебный эффект. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok